Набираем 1000 лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Всем привет дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи, мы продолжаем карьеру за Маркуса Биста, это карьера за игрока FIFA 21 и продолжаем ребята идти по пути нашей карьеры. У нас в прошлой серии стартовал новый чемпионат, мы перешли в Бундеслигу и пытаемся в РБ Лейпциге закрепиться в стартовом составе, пытаемся помочь команде, пока не все получается, нужно немножко притереться к нашим новым партнерам, но из четырех матчей мы смогли забить уже два гола и две голевые передачи на нашем счету. Я считаю, что это неплохо, помню когда мы были в Монако, многие говорили, что я больше играю на команду, нежели на свой результат, но вот пока с четырех матчей у нас 2 плюс 2 и для личных достижений мне кажется это весьма уже неплохо. У нас сегодня серия стартует матчем против сборной Турции, мы к сожалению не участвуем в этом матче, поэтому мы эту игру симулируем. Вы ребят пока поддержите видосик лайком, также пишите комментарии, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, ну а наша сборная Англии сыграла в ничью 2-2. После трех игр у нас к сожалению только лишь одно очко, мы на 15 месте, но ребята это только старт чемпионата и сейчас нужно постараться выправить ситуацию, постараться дома сыграть с Bayer 04 как можно лучше, постараемся, постараемся помочь команде именно набрать 3 очка. Как мы видим, Поульсон стал лучшим игроком месяца, нам нужно набирать обороты, чтобы тоже завоевывать награды, потому что рано или поздно мы хотим биться за звание лучшего игрока в мире, за обладание золотым мечом. Для этого нужно конечно показывать игру гораздо лучше, чем есть сейчас. Также кто-то писал в комментариях, мол ты зря пошел в Лейпциг, эта команда слишком низкого уровня для тебя. Но как мы видим, пока мы в ней не блистаем так, чтобы разносить всех и вся и переходить сейчас в тот же Реал, в Барселону, как мне предлагали в ПСЖ, в Манчестер Сити. Я там просто бы, ребята, присел на лавочку со своим рейтингом. Если вы считаете, что это не так, то вот в прошлой карьере у нас был Фредди Бист. Да, он по позиции, может быть, не всегда был игроком, который был нужен команде, но тем не менее, даже с более-менее высоким рейтингом мы часто сидели на лавке и просто играли очень мало матчей. Сейчас мы имеем важную роль в команде, поэтому ребята нас выпускают и мы выходим в старте. Вместе с Малином вот такие вот стартовые составы и, как мы видим, у них играет Гаррет Бейл на правом фланге. Это очень интересно, его занесло в чемпионат Германии, ну и, ребята, погнали! Также, если я не ошибаюсь, я видел там в опорной зоне Миранчука. Интересно посмотреть вот на таких соперников, интересно поиграть с командами, у которых меняются составы, которые совершают интересные трансферы. И, ребята, Миранчук, Гаррет Бейл сейчас играют в нашей карьере в Bayer 04. Сегодня также у нас стартует Лига Чемпионов, ребята. И вот так вот выглядит сейчас четверка в турнирной таблице. Мы занимаем почти что последние места перед зоной вылета. Нужно сейчас, ребята, набирать очки. Сегодня у нас два матча в чемпионате, матч в Лиге Чемпионов. Сил потребуется много и главное, что соперники все не так-то и просты. Сначала мы встречаемся с Bayer, потом у нас в Лиге Чемпионов Порту, а третий матч в Сирии – это игра против Вольсбурга. Малин, набирай скорость! Отлично! И вот здесь он попадает в пятку. А тут уже офсайт. К сожалению, ребята, пока не получается как следует пробить. Если бы Малин сделал передачу чуть-чуть лучше, не попав в пятку соперника, возможно, мы бы могли хотя бы пробить поворотом. На рывке уходим, проскакиваем от соперника, бьем поворотом и забиваем гол. Это было очень красиво, ребята. И Маркус Биста оформляет первый гол в сегодняшнем матче. Как мы смогли оббежать соперника? Ликуют трибуны. Вот здесь прокидываем мяч, оббегаем с другой стороны. И хватали нас за футболку, но мы удержались. Не оформляем свой третий гол в Бундеслиге. Пятнадцатая минута. Хорошее начало, но стоит отметить, что наша команда играет в первом тайме хорошо. А вот во втором она будто выключается. И снова мы заскакиваем в штрафную. Нужно простреливать. Но это и не удар, и не прострел. Мяч с левой просто сваливается, но еще один неплохой подход. Это Гаррет Бейл. Мяч под левой. И он делает передачу на дальнюю. И, к сожалению, 1-1. Вот так вот Байер нам отвечает на двадцать седьмой минуте. Но здесь в Бундеслиге, ребята, любая команда будет биться. Здесь очень много клубов, которые могут дать бой. И, как мы видим, там у них и Белерин в составе. Байер здорово усилился. Нешикарно, конечно, сыграл Гаррет Бейл с шведкой. С левой сделал передачу на дальнюю штангу. И Диммер Байс сравнивает счет. Отличная передача, и Малин немножко не успел. Тонкий пас, ну же! Не поспевает партнер. И у нас близка концовка первых сорока пяти минут. Моментов в первом тайме было не очень много. Гаррет Бейла меняет. Тренер Байера. Опасная передача снова на дальнюю штангу. Байер сейчас поддавил немножко нас. Удар поворотом и 2-1. Ну что ж ты будешь делать, ребята? Почему наша оборона не играет так же здорово, как оборона соперника? Заброс на левый фланг. Ну же, удар поворотом. Тащит голкипера. Здесь добить никто не сумел. Опасный выход Байера. Удар поворотом. И третий мяч влетает в сетку. Ну вот сегодня три контратаки Байера. И три гола. Матч закончен, друзья. Мы, к сожалению, уступаем. Мы снова первыми повели в счете. А потом начали получать один за одним. У нас, друзья, стартует Лига Чемпионов. И, как мы видим, у нас довольно непростая группа. Манчестер Сити, которые приобрели Лукаку, Порту и Московский Спартак. Ну и начинаем мы групповой этап домашним матчем против Порту. У нас вот такие вот стартовые составы. И сейчас нужно выкладываться по максимуму. Как мы видим, у Порту-то сил побольше. У нас много уставших футболистов. И ребята, поехали. Очень жаль, что наш тренер не пытается как-то поменять состав. Потому что я в который раз замечаю, что толку от этих трех центральных защитников и двухфланговых просто нет. Все быстрые атаки мы пропускали, и наша оборона разваливалась. Так зачем играть в такую сильную оборону, когда можно добавить, например, футболиста в центр поля, перестроившись в двух защитников, раз твоя команда все равно пропускает. Я думаю, это ничего не изменит, а креатива в атаке может добавить чуть больше. Но сейчас нам нужно, ребята, показать себя в Лиге Чемпионов. Поехали. И забавно то, что когда у нас, как у футболиста, может быть, не всегда все получалось, Порту, точнее, Монако побеждал, а как только наш футболист начинает забивать, то игра у команды не клеится. Отлично. В одно касание перевели мяч налево. Штрафную заскочили, а вот здесь уже не успели резануть угол. И тут же попытка контратаки, довольно быстро развивается игра. Ну вот и снова, где все обороны? Вот только сейчас Санчес сместился к сопернику. Оливейра, встречаем, встречаем, здорово. И переводи дальше налево. Ну что ж так долго, ну, Малин, я не знаю, ребят. Вот как будто они под каким-то гипнозом. Ты просишь передачу, начинает зачем-то еще разворачиваться. Удар-поворот, молодец, галкипер. И туда налево, отлично. Здесь совершенно один партнер. А догонит он этот мяч? Нет. Ну вот здесь сделай чуть точнее передачу. Пока не знаю, сил не хватает, ребят. И даже у нас за целый тайм их почти не осталось. Иногда мне кажется, что наша команда не на старте сезона, а уже на его концовке, и сил просто нет. Порту в атаке, выходит галкипер. Молодец, забрал мяч в руки, ну и быстрее, быстрее. Ну же Малин, удар по воротам, ну хотя бы что-то мы сделали. И нас ребята меняют. Ну может быть сейчас со свежим нападающим хотя бы что-то получится сделать. Заброс. Здесь галкипер выходит, играет кулаками, но было положение вне игры. Ну давайте, давайте, парни. Надо дожимать, надо дожимать Порту, забирать три очка. И снова оффсайд. Пытается сейчас накрутить соперника. Заброс штрафную. Галкипер играет кулаками, не было положения вне игры. Но и до удара дело тоже не дошло. Все, друзья, это ничья 0-0. И по одному очку забирают команды. Мы уже опустились, ребята, в зону вылета. Сегодня иска выходит с первых минут. Мы с Малином по-прежнему в старте. И играем на выезде против Вольсбурга. Такой карьеры у меня еще не было никогда. Я никогда, перейдя в новый клуб, не бился внизу турнирной таблицы. Но, ребята, все бывает в первый раз. Как мы видим, Вольсбург сейчас тоже немножко подуставший. Нужно попытаться взять три очка. Ну и снова схема, где у нас очень много минусов у команды. Жоржиньо, который в свое время играл в нашей команде, перешел в Вольсбург. И сегодня выходит играть в старте. Это пятый тур чемпионата Германии. Пока все складывается для нашего клуба весьма-весьма печально. Ну и вот как раз-таки Жоржиньо. Сделали акцент именно на нем. Я бы не сказал, что у нас какой-то плохой состав. Но вот пока не получается выиграть. Вольсбург с первых минут взялся за дело. Была игра рукой. Удар по воротам есть. Малин. Почти добрался до мяча. Нужно навязывать борьбу. Сейчас посмотрите, как Вольсбург активно атакует с самого начала этого матча. Удар по воротам. Молодец, вратарь. И нужно забить. И было положение вне игры. Ну серьезно, серьезно, Малин. Ну а сейчас. И партнер просто не бежит на этот мяч. Он просто не бежит открываться. Я не понимаю, что с ними. Маркус Бис, попытка удара. Ну же, какой голешник, ребята. Вот здесь шикарно сыграли. Шикарно сыграли и попытались пробить мы. А потом тот защитник, в кого мы попали, не успел накрыть. Плотненький удар. Еще мяч немножко отскакивал от газона. Это Нкунку. Второй его гол. 35-я минута. Мы поучаствовали в этой атаке. Пора уже, друзья, брать очки. Пора. Мы слишком сильно опустились. Турнирные таблицы. 51-я минута в атаке Вольсбург. Это Жорджинио видит партнера. Опасный момент, но это гол. Это гол. Это уже просто было видно стопроцентно. 53-я минута. Вольсбург сравнивает счет. И снова второй тайм. Снова куча наших защитников. И никто не накрывает единственного игрока Вольсбурга. Ну и дальше в центр. И надо забить. Редко. Редко такие моменты у нас появляются. Еще одна атака Вольсбурга. 78-я минута. И здесь Санчес каким-то чудом просто вырвал мяч из ног соперника. Здорово. И в центр катей. Нужно забивать. Удар поворотом. Да что это? Что это? Такие моменты нужно реализовывать стопроцентно. Надо забить. И мяч попадает в голкипера. И все. К сожалению, друзья, это только ничья. И только лишь одно очко получилось добыть в этом матче. Игра, друзья, против Ганновера. Они тоже не так далеко от нас. И я думаю, сейчас будет настоящая заруба. Погнали. У нас пока жестко хромает реализация. И плюс мы не можем как следует не отразить атаки соперника, когда они не так часто подходят к нашим воротам. Но может быть сейчас хотя бы получится что-то показать с Ганновером. Они не так высоко в турнирной таблице. Это шестнадцатое место у них. У нас, по-моему, семнадцатое. Нам нужна одна победа хотя бы для начала, чтобы мы смогли приподняться в турнирной таблице. Это пенальти. Мяч попадает в руку. Вот такое вот начало. Шестая минута. И Ганновер получает шанс на одиннадцатиметровый. Разбег, удар и штанга. Ребята, это звоночек на наше спасение. Нам показывают, что у Дортманской Баруси сейчас восемь очков. То есть, в принципе, она с восьмью очками где-то вверху турнирной таблицы. У нас два. Поэтому нужно, ребята, стараться. Еще одна атака Ганновера и снова Санчес. Вот хотя бы его купили. Еще момент. Это скидка на дальнюю и просто везет. Ганновер сейчас, так же, как и Вольсбург, по-хозяйски начинает встречу, не позволяя нам даже выйти на чужую половину поля. Опасная передача в штрафную. Хорошо. Да снова штрафной арбитр что-то увидел. Вот сейчас момент может быть опаснее, чем одиннадцатиметровый. Удар по воротам. И снова штанга. Ну а вот теперь уже и мы зарабатываем штрафной. Тридцать третья минута. Двадцать пять метров до ворот. Удар есть. Намертво забирает галкипер. Малин. Надо забить. И Малин забивает, ребята. Один ноль. Важный гол. Важный гол после двух штанг. Это очень здорово. И мы выходим вперед. Какие тяжелые матчи. Честно скажу, иногда эти матчи мне напоминают карьеру за Халс Сити. Здесь мы делаем хороший пас. Малин подрабатывает и прошивает вдаль. Но вот потихоньку мы с ним начинаем находить какие-то взаимопонимания. Это его первый гол. И у нас остаются считанные минуты буквально до конца первого тайма. Но не давать, не давать идти вперед. Хорошо. Нашей игрой тренер полностью доволен. Мы пока, друзья, впереди один ноль. У нас был уже одиннадцатиметровый. Была штанга со штрафного. Но в итоге смогла забить наша команда. Хорошо. Маркус Бис на левом фланге сейчас набирает скорость. Маркус Бис штрафной. И чуть-чуть до Малина передача не дошла. Классно прострелили. У нас, ребята, остается пятнадцать минут и остается очень мало сил. Ганнобер идет в очередную атаку по правому флангу. Она оказалась не точной. Я бы не хотел, чтобы сейчас нас поменяли. Да, пока нас не меняют. Адамс поле покидает. Надо попробовать ударить. Вот так вот, ребята. Это Маркус Бист. Два ноль. Эта победа уже от нас не уйдет. Я не мог, ребята, закончить эту серию без победного матча. И здесь Маркус Бист увидел, что соперник особо не атакует и приложился. От души в дальний угол. Это два ноль. Это было красиво. Четвертый гол Маркуса Биста. Восемьдесятая минута. Ганнобер в атаке. Молодец, Санчес. Еще один пас. И здесь третий надо забивать. Это хорошо, ребята. Хорошо, что у нас было превосходство. А представьте, при ноль-ноль вот такой вот удар. И упущенные три очка. Завоевываем, не побоюсь этого слова, даже если сейчас пропустим. Но мы не пропускаем. Мы не пропускаем. Еще и арбитр угловой назначает. Мы все-таки завоевываем три очка. Мы, ребята, добываем первую победу. И я надеюсь, эта серия, ребята, вам понравилась. Дальше только жарче. Поддержите видосик лайком. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Прожимайте колокольчик. Ну а с вами был Локи. И огромное спасибо за просмотр и поддержку. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok